В 1987 году весь Советский Союз потрясла страшная новость. В Киеве перед судом предстало целое семейство серийных убийц, которое безжалостно многие годы травило людей страшнейшим талием. На скамье подсудимых оказались Мария и Антон Масленко и их дочери Тамара Иванютина и Нина Мацебора. Больше всего жертв оказалась на счету 45-летней Иванютиной. Она отравила 20 человек, среди которых были и маленькие дети. Тамара Антоновна Иванютина стала последней женщиной в СССР, приговоренной к смертной казни и расстрелянной в конце 1987 года. Мотивами серийной убийцы Иванютиной были месть и корысть. Кроме того, Тамара не хотела плодить нищету в лице чужих детей. Психиатры признали Иванютину абсолютно вменяемым человеком. При этом выделили три основные особенности ее личности. Крайне завышенную самооценку, сверхобидчивость и мстительность. Все эти черты характерны для социопатов, параноиков и нарциссов. Тамара Антоновна родилась в многодетной киевской семье, где была четвертым ребенком из шести. Надо сказать, что это была довольно странная семейка, в которой все были помешаны на богатстве и роскоши. Отец не гнушался подсыпать яду, не понравившемуся ему человеку. А мать исповедовала такую жизненную мудрость. Нужно не жалобы писать, а дружить со всеми и всех угощать. Но особо вредным добавлять в еду яд. Старики Масленко без колебаний насмерть отравили соседа по коммуналке, который слишком громко включал телевизор и мешал им спать. Они даже траванули свою родственницу, которая сказала, что у них в квартире грязные полы. Масленко добавляли крысиный яд в приготовленный для угощения плов и оладьи. Начиняли отравой апельсины и пряники. Это они так мстили людям за оскорбление. Повзрослев, Тамара вышла замуж за представителя одной из самых успешных профессий того времени – дальнобойщика. Во времена Советского Союза быть дальнобойщиком считалось весьма престижно, да и зарплата у них была хорошая. Непьющий, работящий муж с достойной зарплатой. Счастливая семья, казалось бы. Что еще в жизни нужно для советской женщины? Но Тамарка была не такой. Деньги и квартира – вот что ей было нужно прямо сейчас. И поэтому она начала травить мужа. Медленно, постепенно увеличивая дозу. Однажды, находясь в рейсе, мужчина почувствовал себя плохо. Своему напарнику он жаловался на сильную головную боль, тошноту и онемение конечностей. Также у мужчины постепенно начали выпадать на голове волосы. Каждым днем муж Тамары чувствовал себя все хуже и хуже. Вскоре после возвращения из рейса мужчина умер от сердечного приступа. Тамара была в трауре недолго и вскоре вышла замуж за Олега Иванютина, взяв его фамилию. Увидев участок и дом семьи Иванютиных, женщина приняла решение. Стариков в расход, участок под свиноферму, свиней на мясо и сало и богатеть, богатеть, богатеть. Однажды Тамара вместе со свекровью приготовила обед и накрыла стол. Сели, поели, а к вечеру старику Иванютину стало очень плохо. На утро мать позвонила Олегу и сказала, что отцу стало совсем худо, онемели ноги и болит сердце. Олег посоветовал матери вызвать скорую помощь. В больнице врачи осмотрели старика и сказали, что обострился полиартрит. Выписали лекарства и отправили домой. Тамара сильно забеспокоилась о здоровье свекра и сказала мужу, что нужно ехать к родителям, чтобы хоть как-то помочь. Томочка и грелку к ногам прикладывала и супом его с ложечки кормила. В общем, Олег хвалил ее как самую заботливую невестку на свете. А она тем временем подливала в супчик свекру новую дозу яда. В ту же ночь дедушка и помер. Но самое интересное было дальше. На похоронах мужа вдове стало плохо с сердцем. Олег попросил Тамару принести из дома лекарства. Она вернулась с рюмкой волокордина и стаканом воды. Едва выпив лекарства, мать зашаталась. На ее губах выступил белый налет. И ее тут же стошнило. Среди присутствующих началась паника. Вдова заголосила, что ей налили отравы. Какая-то женщина божилась, что собственными глазами видела, как Тамара капнула в лекарство какую-то жидкость из пузырька, достав его из кармана кофты. Мужчины стали требовать милицию. Кто-то предложил отнести содержимое стакана на экспертизу. И тогда Тамара швырнула и рюмку с лекарством, и стакан с водой на землю. Олег Иванютин заслонил жену от разгневанной толпы и принялся успокаивать мать. Вскоре у матери Олега начались те же симптомы, что и у покойного отца. Болели руки и ноги, не мели ступни. Она не могла ворочать языком и почти не разговаривала. К вечеру ее забрала скорая. И через два дня она скончалась в больнице. Дорога к личной сфеноферме для Томмы теперь была открыта. Но где же брать корм? Ответ один. В школе. Тамара Иванютина устроилась посудомойкой в школу номер 16 Минского района Киева. В марте 1987 года из киевской школы в больницу на скорой привезли трех шестиклассников и 11 работников с диагнозом грипп. У всех наблюдались одинаковые симптомы – слабость, тошнота, боль в ногах и облысение. Несмотря на усиленное лечение, двое детей и двое взрослых скончались практически сразу, а остальные находились в реанимации. Для того времени четыре смертельных случая подряд было настоящим ЧП и делом занялась прокуратура. Врачи больницы, вызванные на экстренное совещание ЦК КПУ, высказали предположение, что причиной смерти стала неизвестная форма гриппа, поэтому стандартное лечение было неэффективным. Прозвучало и такое мнение. Людей отравили сильным токсичным веществом через продукты или воду. Вначале эту версию даже не рассматривали, но после того, как следственные органы опросили пострадавших, выяснилось, что все они ели в школьной столовой. То, что осталось от обеда – куриный суп и куриную печень. Причем те, кто обедал вовремя, не пострадали. Первой от рук Тамары пала школьная медсестра Кухаренко, которая сделала Иванютиной замечание за несоблюдение правил гигиены. Стоит сказать, что Тамара не стеснялась скандалить с детьми и учителями. Она постоянно вертелась около плиты и заглядывала в кастрюли. Но на мизерную зарплату найти другую посудомойку было сложно, поэтому Иванютину держали на работе. Когда Кухаренко госпитализировали, больная жаловалась на онемение и холод в ногах. Врачи поставили ей диагноз – сердечная недостаточность. А ведь совсем недавно женщина выглядела здоровой, активной и веселой. За полгода до этого с такими же симптомами в больницу попали двое школьников и два учителя. Один из них рассказал следствию, что странным образом он быстро облысел. Все эти факты показали, что болезни не были случайностью. Было принято решение об эксгумации останков Кухаренко. Вот тогда-то и обнаружили присутствие в тканях талия. Конечно, никому в голову и прийти не могло то, что кто-то специально использовал опасный яд для травли людей. На запрос в санэпидемстанцию о проведении мероприятий по уничтожению насекомых и грызунов в пищеблоке пришел отрицательный ответ. Специалисты проверили все школьные помещения, продукты, кастрюли и емкости для круп и саму гречку, оставшуюся в них. Безрезультатно. Зато следователи обратили внимание на странное поведение посудомойки Иванютиной. Она всячески препятствовала осмотру своего шкафчика. Следующим шагом была проверка всех личных дел работников столовой. И тут выяснилось, что трудовая книжка Иванютиной фальшивая, поскольку у нее была судимость за спекуляцию. А значит, она не имела права работать в детских учреждениях. Это послужило поводом подробнее изучить жизнь посудомойки. Вот тут-то и всплыла смерть первого мужа и смерть родителей второго. Все они жаловались на тошноту и онемение в конечностях. Сам Олег Иванютин уже давно болел. Общая слабость, боль в суставах и облысение. Но врачи не могли установить диагноз. Таким образом, Тамарка стала подозреваемой номер один. Во время обыска в доме Иванютиной нужную вещь нашли буквально в последний момент. Когда осмотрели все, что только было можно, следователь Калачикова вдруг подошла к тумбочке, которая стояла у окна, и попросила открыть дверцу. Иванютина, с презрением наблюдавшая за происходящим, неуверенно шагнула к тумбочке. «Это швейная машина, от свекрови мне досталось. Будете осматривать? Будем осматривать. Откройте. Или дайте ключ. Я сама открою». Иванютина швырнула ключи на пол и почти прошипела. «Сама открывай». Калачикова осмотрела швейную машину и нашла спрятанный под ней флакон, якобы с маслом для смазки деталей. Флакон с содержимым был изъят и отправлен на экспертизу. Анализ в лаборатории показал, что в емкости находилась жидкость клеричи. Так называют водный раствор талия. Он используется в геологии для разделения минералов по плотности. Поэтому в первую очередь проверки подверглись все организации Министерства геологии Украины. И практически сразу нашли поставщика. Одна из лаборантов геолого-разведочной экспедиции регулярно снабжала семью Масленко талием, якобы для травли крыс. За все время они получили порядка 500 миллиграмм отравы. Не отставала от Тамары и ее сестра Нина Мацебора. Она отправила на тот свет законного супруга. Нина вышла замуж за человека намного старше ее. Прописав молодую жену в своей квартире, пожилой муж подписал себе смертный приговор. Через неделю после свадьбы он попал в больницу с жалобами на слабости, боли в ногах. Его смерть списали на возраст. В ходе обысков у Тамаркиных родителей Марии и Антона Масленко яда не нашли. Но отравители выдали сами себя. Когда Иванютина уже находилась в СИЗО, ее мать Мария Масленко испекла оладьи и пошла угостить соседку. У той была большая пенсия по инвалидности, что было предметом черной зависти для Масленко. Но соседка оладушков есть не стала, потому что было наслышано, что старухину дочку подозревают в отравлении. Она бросила один оладушек кошке и к вечеру несчастное животное забилось в судорогах, а через три часа и сдохла. Соседка сообщила об этом в милицию и супругов Масленко арестовали. Точно так же, как и Тамара, они детально и со смаком рассказывали, кого, когда, как и за что отравили. Первоначально Тамара Иванютина сделала явку с повинной и подробно рассказала о своих преступлениях. Оказалось, что двух шестиклассников она угостила отравой только потому, что они отказались расставлять столы и стулья. «Я решила наказать их», – заявила Тамара. Также Иванютина поведала, что сначала испытала действие яда на соседских курах и кошках, экспериментировала с количеством, знала, какую дозу дать, чтобы человек слегка заболел, а какую, чтобы наверняка помер. При этом ее ничуть не волновало, в каких муках умирают ее жертвы. «В таком деле случайностей быть не должно», – самодовольно говорила Иванютина. Однако потом Иванютина заявила, что явку с повинной сделала под давлением следствия и отдачи дальнейших показаний отказалась. Но следствию уже была ясна вся картина преступления. Так осенью 1986 года Иванютина насмерть отравила порторга школы. Женщина воспрепятствовала хищению продуктов из столовой. Потом Тамара угостила талием двух учеников первого и пятого классов, которые посмели попросить у нее оставшиеся после обеда котлеты. К счастью, ребята выжили, но подобные отравления не проходят для организма бесследно. После смерти медсестры Кухаренко заведующий столовой по фамилии Нога почуял неладное и стал на ночь запирать подсобку, чтобы Иванютина не имела доступа к продуктам. Тогда озверевшая психопатка открыто заявила, что Нога пойдет вслед за Кухаренко. Отравительница с помощью шприца наполнила апельсин раствором талия и угостила заведующего столовой. Но тот, к счастью, есть его не стал. В тот злополучный мартовский день, когда отравились дети, печенка с талием тоже предназначалась для заведующего. Просто случайно из-за заседания правкома некоторые школьные работники припозднились с обедом. Как потом рассказывали свидетели, Иванютина с довольной улыбкой наблюдала, как ни в чем не повинные люди поглощают отравленные блюда. Всего на счету семейства 40 доказанных отравлений, 13 со смертельным исходом. Удивительно, но вся семья по результатам судебно-психиатрической экспертизы была признана вменяемой. Больше всех по части отравлений преуспела Тамара Иванютина. 20 отравлений, 9 из которых оказались смертельными. Суд над серийными убийцами длился несколько месяцев. Муж Тамары, Олег Иванютин, в своих показаниях сообщал, что всякий раз Тамара приносила все больше и больше отходов из школы, при этом радует, что дети плохо едят. А учителям досталось как раз за то, что они заставляли ребят доедать свои порции. Это было совсем не в интересах посудомойки Тамарки, поэтому она решила отравить особенно настойчивых преподавателей. К тому же отравления в школьной столовой, по ее мнению, должны были вызвать недоверие к школьной пище и тем самым увеличить количество отходов для ее поросят. Тамара Иванютина была приговорена к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Ее отец, мать и сестра получили 13, 10 и 15 лет лишения свободы с обязательством возместить всем жертвам затраты на лечение. Когда Тамарке предоставили последнее слово, она отказалась признать вину и попросить прощения у родственников своих жертв. «У меня не то воспитание», — надменно бросила она. Тамару Иванютину расстреляли в конце 1987 года в Лукьяновском СИЗО Киева. Она стала третьей и последней женщиной-преступницей, официально приговоренной к смертной казни в СССР. Старики-убийцы умерли в тюрьме, а сестра Нина Мацебура, отсидев часть срока, вышла на свободу уже в постсоветской Украине. Дальнейшая судьба ее, к сожалению, неизвестна.